Издавна у всех народов ценилось самое богатое украшение девушки – ее коса. На прошлой неделе в Славянске-на-Кубани впервые прошел городской конкурс «Славянская краса – девичья коса». По каким критериям оценивали участниц и кто победил в этом необычном состязании? Смотрите далее. Длиной почти метр. Это удивительно красиво, но и в то же время большой труд, говорит одна из обладательниц роскошной косы Эсмеральда Дымова. Ведь ухаживать за длинными волосами не так просто, как кажется. «Расчесываю, мою волосы, хорошо ухаживаю, делаю красивые прически. Секрет – правильное питание и здоровый образ жизни». Кто-то на конкурсе удивлял длиной и густотой своей косы. А вот Эсмеральда решила удивить жюри оригинальной идеей своей прически. «Я захотела белые, синие и красные цвета, потому что это флаг нашей Родины. Белый означает мир и чистота, синий – вера и верность. Красный означает пролитая кровь за наше Отечество. Я люблю свою Родину». Конкурс проводился в двух возрастных категориях – девушки до 14 лет и старше 15. Оценивались косы конкурсанта к по трем номинациям – длине, густоте и оригинальности. Обязательное условие – коса должна быть не менее 50 сантиметров. По итогам конкурса в каждой номинации выявили победительницу. Героиня нашего сюжета Эсмеральда Дымова победила в номинации «Оригинальность». Самые длинные косы оказались у Анастасии Михайловой и Юлии Савченко. А вот густотой удивили Ульяна Кармаева и Лада Люборец. Победителей наградили денежными призами и дипломами. Конкурс в нашем районе проводился впервые. Как отмечают организаторы, возможно, в будущем он станет традиционным. Тина Капучевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».